Привет! Это уже шестой выпуск Культа. Не забудь поставить лайк, а мы начинаем. Неделя мода в Казани и остановка съемок модного приговора. Что и где, как и почему? Ответы сейчас найдете у Алии. Волга Fashion Week в Казани – это первая неделя моды, которая состоялась в России в этом году. Как заявляет генеральный продюсер, она ничем не уступает московским неделям. В своей коллекции представили дизайнеры из разных городов России. Среди представленных образов можно отметить интересные цветовые решения, сочетание текстур, а также яркие корсеты. Нужно быть достаточно решительным, чтобы надеть что-то подобное. Согласитесь? Съемки легендарного модного приговора были приостановлены. Одна из главных причин – закрытие магазинов, которые привозили одежду с запада, и невозможность переодеть героинь. И о трендах, это я с ней не забываю. Представьте, как хип-хупа снова возвращается. В третий выпуск мы вам рассказываем о трендах этого сезона. Давайте попробуем их найти в обычных магазинах. Оказалось, найти трендовые вещи не так уж и сложно. Вот и я не только вам рассказываю о трендах, но и сама не отстаю. Ну а на этом все. Оставайтесь в тренде и дарите стиль. И мы с вами, как всегда, увидимся очень скоро. Вечный зеленый кусочек Казани или ботанический сад Кафу. На месте побывала Полина, сделала несколько фото и узнала много нового. Снег толстым слоем покрывает землю, но, несмотря на это, ваша лента может пестрить экзотическими цветами. Не верите? Тогда вы точно не были в ботаническом саду Казанского федерального университета. Ботанический сад в Казани – один из старейших в стране. 214 лет назад состоялось его официальное открытие. Впрочем, заложен он был на пять лет раньше профессором Казанского университета Бунгом. В самом ботаническом саду несколько видов растений живут по соседству друг с другом. Драцена, гривелея, фикус, папоротник, орхидея и даже кактус с японским бананом. К тому же, даже в самую прохладную погоду внутри оранжереи придерживается пульсовая температура, что позволит разгуляться фантазией и сделать летние кадры в специальных фотозонах. Надеюсь, теперь вы убедились, что кусочек лета может разнообразить вашу ленту даже в самые снежные дни. Как нарисовать шедевр за час? Полагаю, вы тоже не знаете ответ. А вот Аделия раскрыла эту тайну, посетив мастер-класс по живописи. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни говорил, я не умею рисовать. Лично я в это не верю. Рисовать может каждый, даже тот, кто уверен в том, что не рожден для этого и рисовал последний раз на уроках изо в школе. На арт-встрече, на которой мы с вами сегодня находимся, рисуют все, даже те, у кого нет опыта. Давайте же посмотрим, как проходит мероприятие. Вы справитесь, потому что я могу, потому что все можно убрать, что-то стереть, если так скажем. И на небо тоже смотреть. Теплые оттеночки, они примерно в том поле. Арт-встреча началась с объяснения профессиональным художникам хода работы. На протяжении всего занятия он помогал гостям выстраивать правильные формы и исправлять все ошибки. Участники начали рисунок с эскиза карандашом. Далее заполняли бумагу цветом, а именно мыслиными красками. Я веду 8 лет занятия по рисованию для всех желающих. То есть люди без опыта или с каким-то минимальным опытом приходят ко мне рисовать. Для многих все-таки это хобби, это некий творческий отдых. То, что происходит, какая-то потоковая деятельность, в результате которой рождается какая-то картина и хорошее настроение. Каждому участнику предоставляется кисть холстой краски. Одним словом, все материалы, которые могут вам понадобиться. Вы садитесь за стол, выбираете картину, которую вы будете рисовать, а на минуточку вам дается 80 вариантов. Включаете свое творческое «Я» и начинаете рисовать. После того, как гости закончили работу, им предложили принять участие в небольшой фотосессии. Нарисованные картины участники забрали домой. А художник, который на протяжении всего мастер-класса руководил процессом, помог упаковать работы. Так открыть себе талант живописца, насладиться творческой атмосферой и просто отдохнуть от проблем можно на арт-встрече. Результат такого мероприятия не оставит никого равнодушным. Корреспондент культа всегда знает, как попасть туда, куда обычно нельзя. И Настя сейчас поделится, как ей удалось узнать о деятельности библиотеки изнутри. Бывали ли вы хоть раз в каких-то запрещенных местах? Нет? Вот и я тоже. Давайте сегодня посетим экскурсию «Посторонний вход разрешен», заглянем в самые далекие отделы книгохранилища и пройдем по тем местам, где это недоступно обычным посетителям. Национальная библиотека Республики Татарстан была обновлена совсем недавно. На данный момент она выглядит именно так, как и задумывалась. То есть представляет из себя современное пространство для получения информации в комфортных условиях. Во время экскурсии, побывав в сердце Национальной библиотеки, посетители увидели, как устроены читательские залы, где есть возможность спокойно заниматься учебой или почитать в тишине. Более того, существует удобный электронный терминал для поиска книг. Также узнали, как сюда попадают книги. Их закупают в издательствах или же получают в дар от авторов. Архив — это именно то место, где, собственно, хранятся книги все долгие годы. На сегодняшний день Национальная библиотека Республики Татарстан — это центры притяжения интеллектуальных и креативных сообществ, в которых хранятся и создаются новые культурные традиции. Если ты досмотрел выпуск до этого момента, то можешь поделиться им и с друзьями. А с тобой была Анастасия Афонина. До встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова